Я уже ни хрена не помню, на чём мы остановились. Сейчас, секунду. Улыбка вообще не сходит с твоего лица просто, понимаешь, да? Вот. Чё, всё помешало? Нормально? На самом деле вдохновило нас на этот салат давнишнее стихотворение. Звучит оно так. Ешь ананасов, рябчиков, жуй, день твой последний, приходит буржуй. Со второй частью стихотворения мы вовсе не согласны, первое. Второе, в роли рябчиков выступает у нас мелкая дичь, а именно выращенные Леной перепёлки. И третье, ананасы здесь точно есть. Мои перепела в очередной раз в гостях в нашем представительстве в Подольске. Знакомьтесь, если кто не в курсе, Елена, мои перепела Подольск. Скажи, Лена, добрый вечер. Добрый вечер. Вечер в Подольск. За окном не знаю что, потому что уже темно. Чем заняться одинокому практически фермеру вечером рабочего дня? Смотрите, приготовим сейчас с вами вообще мгновенный практически салатик. Простейший на скорую руку. Например, через полчаса у вас гости, да? Или через 40 минут муж возвращается с работы. Между тем, как вы сделали прическу. Хоп-хоп. Пока вы делаете... Накрасили губы. Накрасили губки. Посмотрели на ногти. Перепелочка. Перепелочек. Сколько тут у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Пяток перепелок быстренько поставили на плиту. 15-20 минут. Все готово. Итак, простейший салатик. Лена, расскажи, пожалуйста, что у нас за ингредиенты. Значит, салат будет из пекинской капусты, пананасов. Вот они. И перепелок. Ну и заправлять все это будем домашним майонезом. Домашним. Собственно, приготовление. Про майонез отдельно сделаем видео, если кому-то нужно. Если все знают, напишите, нам это не нужно. Если нужно, напишите в комментариях, да, дайте, пожалуйста, нам рецепт майонеза. Вот он такой красивый, очень вкусный. Кто не может это себе представить, заезжайте в мои перепелоподорожки. Это даже не майонез, а соус я это называю. Ну, как у нас по декларации соответствия майонезный соус. Итак, Лену мы посадили все это дело кромсать, а я займусь эксклюзивом. Буду разбирать перепелок на кусочки. Сейчас мне Лена скомандует, как я это должен делать. Мы снимем кожу, поскольку мы за зожжи. Зожжи. Вот. Лена, как я их должен порезать? Что мне нужно сделать? Значит, нужно ободрать грудку и с бедер снять мясо. Ага, и что с ним порезать на кусочки? Собственно, сильно резать не надо, чисто разбить структуру. Я понял. Сколько мы, как думаешь, времени у нас на изготовление всего этого салата? Минут 10 надо, да? Да, где-то так. Ну, 15 минут варится, а 10 минут готовится, я думаю. Ну, короче, все мгновенно. Итак, приступаем. Пока Лена может рассказать, как резать все это дело, а я буду ковырять. Значит, пекинскую капусту режем очень просто. Делим на 4 части. Используем только листики или вот ствол тоже? Кому как хочется. Кто что-то похрустящий, да? Тот, наверное... Вообще, мы используем все. Крупно или не крупно? Крупно. А листики получают среднего размера за счет того, что они распадаются. Вот если вы посмотрите, вот они получились. Мы это делаем для себя, поэтому делаем руками. Если бы мы были в ресторане... Кожу убираем мы, да? Кожу убираем, да, которая убирается. Супердиетические перепелочки у нас используются. Супердиетические перепелочки, супердиетический... Зеленушечка. Зеленушечка, да. Супердиетический ананас. А у кого повернется язык назвать супердиетическим майонез? Ну это ладно, это можно. Допуск возможен. А он в составе с этим... Ой, господи, в составе. Он вместе с ананасом будет, так что не считается. Ананас расщепляет. Особенно консервированный в сахаре. Лена, а что вот мы с тобой все с перепелок да с перепелок, а с черепах, например, не пробовала ты суп? Сам суп я не пробовала, но была очень смешная история. Была смешная история. Знакомые поехали в ресторан и заказали суп черепаховый. Ты знаешь, из-за не перебил, ты так рассказываешь, знакомые поехали в ресторан. Это как помнишь тогда в сватах Митяй, один из главных героев. А вот у кого он спрашивал-то у этого Ивана Будько, да? А вот Иван, вот ты когда женился, как ты делал предложение? Да это не я женюсь, это какой-то мой друг типа женится. Так и ту же, уговори же уже сразу там, я поехала в ресторан, да? А то там знакомые поехали, начнем там все сплетни тут собирать. Вот не сказали мы, кстати, еще про, что у нас из этого получится, какое количество, да? Вот мы взяли 5 перепелочек. Кстати говоря, можно было взять и копченых, конечно, да? Кто любит копченых, можно было и копченых. Но у нас не было времени коптить, и у нас тут главная цель сделать быстро. Поэтому мы взяли пяток перепелок вареных. Маша варится, они 15 минут мудрить, ничего не нужно, да? Просто в подсоленной воде. Лена, сколько вот на 5 таких перепелочек, они тут грамм по 180, наверное, у нас по 200, да? Сколько она до этой капусты? Прямо полкачина. Полкачина. Ананас? Ананас 6 долек достаточно. 6 долек ананаса. Это полбарки, наверное, 6 кружочков. 6 кружочков. А как мы их режем? Крупненько или просто как бы как? Его можно взять кружочками, вот как мы берем, да? А можно прям уже порезанные взять, они есть дольками. То есть каждый кружочек получается, ну, где-то 8 долек. Ну, в общем, порезали мы все ингредиенты, да? Что тут особо уже показывать было нечего. 10 минут же делается. Да, выпотрошили туда, не выпотрошили, господи, покрошили перепелок. Вот, капусты полкачина, 6 долек ананаса. Все это дело забуровили майонезом домашним. Теперь вот Лена сидит, мешает. И уже даже и не думает о том, не вспоминает ни хрена про суп-то, да? Про который мы начали ее мучить. Короче, пришли они в ресторан. Пришли они в ресторан. Китайский или какой-то был ресторан-то? Да бог его знает какой-то. Ну, короче, черепаховый суп. Черепаховый суп там. Света говорит, ну, я так хочу черепаховый суп, да? Черепаховый суп. А они хренак достают живую черепаху, чтобы ее в данный момент прям сварить. Света говорит, а-а-а, вы что, звери? Короче, заплатили они за суп и забрали эту черепаху живую. Я буду иногда сглатывать слюни, потому что гляжу вот на салат. Не про черепаховый суп у меня это происходит. Короче, притащили они эту черепашку домой, посадили в тазик. Давай, бери тарелки. Так, кто у нас там из продакшена? А, сама справилась? Конечно. Оля, Юля, Тамара, на всякий случай, стойте здесь рядом, может, что-то понадобится. Попробовать. Да, попробовать. Вот, короче, все перемешали, все нормально. Притащили они черепашку, назвали квазиком. Квазиком, расквазик, квазик в тазик. Посадили они его в тазик, в тазик посадили. А что ты не улыбаешься-то? Я улыбаюсь. А что ты улыбаешься? Она вспоминает просто. А плакать надо, когда это вспоминать-то, а не улыбаться. Тебе все эти вот хихоньки. Короче, а не знали они, чего вы, Леночка, не знали-то? Что разрастается эта черепаха до размеров, в которых находится. Ну, условия. И получился не квазик в тазик, а квазик, сука, с тазик. И все бы ничего, друзья. Но, к сожалению, не осталось фото зубов этого квазика. Достаточно, нет? Ой, слушайте, я не знаю, дай-ка мне вилку. Спасибо большое. Я сейчас, конечно, попробую, что получилось. Лила, ты прям с этой тарелки будешь? Да. С ложкой. Вот она нужная порция. Я, если честно, не пробовал такого салата. Это вот исключительно заслуга моей перепела Подольск, что они нас это научили. Ну, как? Очень хорошо, между прочим. Оля, Юля, подайте тарелку, пожалуйста, еще одну. Сейчас я прожую, простите. Не нужно, друзья, смотреть наше видео на голодный желудок, особенно кулинарный. Давай я положу. На всю группу ешьте. Давай я положу. Короче, нам с Виной по маленькой тарелочке, а эту я положу на съемочную группу. Хватит, нет? Достаточно. На самом деле нам не жалко. Кушать нельзя много. Нам не жалко. На самом деле надо было просто подвинуть всю эту миску, да? Так я бы видела. Давай, угощайся, дорогой зритель. Вот. А что касаемо квазика с тазика. Все бы ничего, если бы не его зубы. Короче, вот эту палочку, да, для этой вот, для китайской еды, знаете, палочки, да? Он вот так вот на раз просто перегрызал. И они уже посадили, они его в итоге в ванну. И стал квазик с ванной уже. Почти. У них была обязанность не перепелов кормить в тот момент. Они, видимо, с этого и привыкли уже к домашним этим всем птицам, скотине и так далее. Потому что, Лена, я бы на этом месте мог бы говорить уже, что... Да мне вообще эти перепелки, у меня черепаховая ферма была. Ну вот, потому что один квазик этот, он достоин целой фермы, да? Да. Вот это тяжелое, ах, вот это вот послевкусие от квазика. Сколько ты, Лена, квазику в ванну-то не заходила? Сколько там находился? Понятно. Ну, короче, не помыться, как говорится, не ванной воспользоваться. Потому что квазик, он там сидел, знаете, так это... И покорил. С сигареткой, с рыбками. Они Света с Леной каждый день напрут, наловят карасей. И только вот, как баскетболисты, хоп, рыбку квазику. Он ее цап, и вот в мгновение ока только пузырь уже плавает. В итоге они решили, что квазик очень любит рыбу, и оттащили его на берег одного из прудов. Правильно, да? Из прудей или прудов, как правильно говорить. На местный пруд, короче, оттащили квазика. Опять же, забыв о том, что квазик стазик. В итоге, видимо, квазик стал размером с прудик, да? И вот. Он родом был откуда? С Северного Китая, да? С Северного Китая. Короче, он зимой куда-то там забивается и спит. Ему нормально. Зимой подо льдом все хорошо. Анабиоз называется. Анабиоз, да? Анабиоз у нас сейчас будет уже анабиоз после стольких салатов, продуктов, перепелов и так далее. Хотя, это я утрирую, потому что перепелки вещь диетическая. Ну и что потом встретила ты кого? Соседа, мужика, знакомого кого? Мужа Светиной коллеги, который оказалось, что поймал данного квазика на удочку. Правда, почему-то побоялся вытаскивать крючок из квазика. А квазик, куша-куша, 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 куша-куша. Решил, что ему не нужны снасти. И убежал просто, бросив удочку. А квазик лениво задим по берегу. Стой, рыбак! Стой, рыбак, у тебя вкусные ноги! Друзья, не купайтесь в прудах Подольского района. Это может быть очень опасно. Там может жить квазик. Особенно, друзья, если вы мужчины, то помните, как на прошлой неделе за полторы тысячи рублей вы возили своего кота к ветеринару, да? Чтобы он не ссал вам по углам. Эта ситуация вполне может случиться и с вами, друзья, на одном из прудов Подмосковья. Не правда ли, Лен? Вполне. Мужчина, береги себя! Яйца есть в перепелиной и нет показать? А вот тут на этой, смотри, вон яичница. Квазик это любит! На этой радостной квазиноте хотим пожелать вам приятного аппетита. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Будем мы, с вашего позволения, коротать дальше подольский темный вечер вместе с салатиком из перепелочки, пекинской капусты, ананаса и домашнего майонеза. С вами были мои перепела и... И мои перепела подольского. Давай заново сейчас паузу. С вами были, как обычно, всегда ваши мои перепела. И мои перепела подольского. Всем пока! Спасибо за внимание! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!